У поэта соперника нету ни на улице, ни в судьбе. Сотрудники Новомихайловской детской библиотеки познакомили своих юных читателей с творчеством Булата Акуджавы и Юлией Друниной. Эти авторы яркие представители поэзии военных лет. Их стихи цитировали по всей стране, исполняли под аккомпанемент музыкальных инструментов. На встрече дети читали стихи и говорили о судьбе поэтов. Дарья Туранова расскажет подробнее. Ах, война, что ж ты сделала подлая? Стали тихими наши дворы Булат Шалович Акуджавы за свою жизнь создал более 200 авторских и эстрадных песен, написанных на собственные стихи. Войная тема особенно близка поэту. В апреле 1942 года в возрасте 17 лет Акуджава пошел на фронт добровольцем. Был направлен в 10-й отдельный запасной минометный дивизион. Затем на Северокавказский фронт. Был минометчиком и радистом тяжелой артиллерии. Был ранен. Но даже в тяжелые времена он не перестает писать свои произведения. На встрече ученики 30-й школы читают стихи поэта. Для многих это первое знакомство с кумиром их родителей, дедушек и бабушек. Матушка, поплачь, посынь. У тебя счастливый сын. Булат Акуджава никогда не писал о том, что какая жестокая война. Он писал о своей жизни на войне, так как он сам был поэтом-фронтовиком. И когда я рассказываю или просто читаю это стихотворение, то я всегда прочувствую его чувства и эмоции, которые он хотел передать в своих стихотворениях. Для сотрудников библиотеки донести до ребят то восприятие мира, которое было в роковые сороковые – главная задача. Мы хотели просто научить детей, подростков наших, наше будущее поколение, к тому, чтобы они воспринимали не просто вот как стихи, а как нечто пережитое человеком, и который высказал вот свое отношение к тем событиям, которые происходили. Особое внимание специалисты уделили и поэтессе Юлии Друниной. Так же, как и Акуджава, она прошла всю войну, отразив свои впечатления и мысли в незапвенных строках. Она писала о войне так, как, я считаю, не мог написать никто другой. Она прямо каждое стихотворение пропитала этой темой. И откуда вдруг берутся силы в час, когда в душе черном-черном? Сотрудник нашей делькомпании – давняя поклонница произведения этой поэтессы. Обойти вниманием мероприятия она не могла. Наталья Садовская, в прошлом участница конкурса чтецов на военную тематику, прочитала ребятам свои любимые стихотворения. Хотелось, наверное, своим примером показать ребятишкам маленьким, что специалисты библиотеки не просто устраивают эти мероприятия, а то, что и взрослые поколения до сих пор читают, до сих пор учат этих стихотворений. Несмотря на то, что праздник Победы уже прошел, о подвигах героев тех лет забывать нельзя. Особенно тех, кто оставил такое богатое культурное наследие. Дарья Туранова, Алексей Кузьмин, Владимир Плехов, телеканал Орленок ТВ.